Кукурузные листья, текстиль, дерево, глина, пластика. Здесь же только в одном изделии сочетается стекло, металл, папье-маше, бамбук и даже скорлупки орехов. Работа выполнена преподавателем Сочинской художественной школы. В целом на выставке представлены самые разнообразные куклы и даже целые сюжеты с их участием. У каждой композиции своя история, ведь авторская игрушка – это, как известно, уникальный, продуманный до мелочей образ, а еще кропотливая ручная работа. Подразделяются они и на множество жанров. Кукла реалистичная, фантазийная и народная. Мы показали кукол разноплановых. Есть выставки специальные, например, для профессионалов, есть выставки художественных школ. А здесь мы собрали куклы любителей, куклы профессионалов, чтобы можно было, скажем, сопоставить, прости какую-то линию, увидеть разный уровень. Для детей это великолепная, конечно, выставка, потому что они тоже участники этой выставки, они выставляются вместе со взрослыми, со своими преподавателями. Это, конечно, очень здорово. Кукла считается царь-игрушкой. И именно это название четко прослеживается в куклах из пластики. Выполняются они по эскизам. Художник-кукольник полностью прорабатывает образ своей куклы, вплоть до макияжа. Такие кукол, скажем, делают на заказ. То есть, такие куклы не играют, а их ставят куда-нибудь из сервана. И уже они как прикасаемые. Это уже коллекционная, действительно, модель, которую можно только созерцать. Интерес у выставки авторских кукол и игрушек колоссальный отмечают в музее Островского. У большинства посетителей на глазах меняется настроение. Улыбка и воспоминания о детстве посещают каждого. Не меньше внимания и к залу с уникальными почтовыми открытками, изданными в России, Европе и Канаде. Все они из фондов музея. Здесь они представлены с 1900 до 2000 года. Тематика также кукольная. Есть в черно-белом цвете, а есть экземпляры из серии «Открытое письмо». На этих открытках изображены куклы с движущимися глазами. Есть в фондах музея и свои ретро-игрушки. Их обещают выставить к новогодним праздникам и даже провести театрализованную экскурсию. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.